приветствую всех на моем канале меня зовут настя сегодня вяжем ботиночки рельефными столбиками пряжа у меня яран джинс крючок использовала номер два подошва 10 сантиметров меньше слов больше дела начинаем у меня подошва двойная 10 сантиметров вы можете оставить одну подошву кому как больше нравится меня больше устраивает двойная ссылку как я ее вязала оставлю тут и в описании под видео вяжем бортики на серединке пяточки закрепляем нить провязываем 3 воздушные петли подъема и сюда же провязываем столбик с одним накидом вяжем столбики с одним накидом по кругу на серединке мыска сделаем прибавку нам это нужно для нечетного числа столбиков довязала до середины мыска приблизительно и провязываю 2 столбика с одним накидом в одну петлю и продолжаю вязать до конца ряда всего у нас должно получиться 65 столбиков с одним накидом довязала до конца ряда соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема 3 воздушные петли подъема вяжем второй ряд вязать будем рельефными столбиками начнем вязать с лицевого для этого делаем накид под ножку столбика предыдущего ряда заводим крючок вытягиваем рабочую нить и провязываем как обычный столбик с одним накидом это был лицевой или если проще выпуклый столбик далее изнаночный рельефный столбик все то же самое только крючок вводим с изнаночной стороны захватываем нить и провязываем как обычный столбик с одним накидом и так чередуем лицевой изнаночный лицевой изнаночный так провязываем по кругу чередуя лицевые с изнаночными 65 столбиков с одним накидом довязываем ряд до конца заканчиваем ряд лицевым столбиком с одним накидом соединяемся в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда 3 воздушные петли подъема и теперь повторяем по рисунку заключительный третий ряд лицевой выпуклый столбик изнаночный вогнутый столбик вяжем так до конца ряда довязываю ряд до конца заканчиваю лицевым выпуклым столбиком соединительная петля ниточку отрезаю всего на бортиках у нас провязано 3 рядочка вяжем мосок для этого складываем подошву пополам находим центральный выпуклый столбик у меня вот он отсчитываем от этого столбика 7 выпуклых столбиков 1 2 3 4 5 6 7 7 в одну сторону 7 в другую сторону не считаю центрового вводим крючок с изнаночной стороны огибаем ножку столбика предыдущего ряда захватываем рабочую нить и провязываем воздушную петлю закрепили нить теперь тоже самое провяжем столбик без накида таким образом мы провяжем по всему моску 29 столбиков нужно провязать 1 столбик уже провязан столбики без накидов 2 3 4 5 27 28 29 3 воздушные петли подъема разворачиваемся теперь вяжем столбиками с одним накидом пропуская по одному столбику 3 воздушные петли у нас как за первый столбик снизу столбик пропускаем следующую вяжем 1 столбик с накидом это уже второй пропускаем 3 4 4 5 6 13 15 и последний 15 столбик с одним накидом воздушная петля разворачиваемся вяжем третий ряд снова будем вязать вогнутыми столбиками но без накида в первую петлю провяжем обычный столбик без накида это 1 далее вяжем вогнутые столбики 2 3 тоже без накида 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 15 15 15 16 и последний столбик провяжем обычный в третью петлю подъема 3 воздушные петли подъема разворачиваемся четвертый ряд вяжем как второй первый столбик у нас уже и провязан это 3 воздушные петли снизу столбик пропускаем вяжем следующий столбик с одним накидом это второй пропускаем 3 4 5 6 6 7 и последний 8 столбик воздушную петлю не делаем разворачиваемся начинаем пятый ряд заключительный нам нужно провязать сейчас все петли вместе первая петля уже есть от первого столбика вторая просто вытягиваем петли не провязана 3 4 5 6 7 из воздушной петли подъемом 8 на крючке у нас 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 провязываем их все вместе затянули фиксируем воздушной петлей и закрепляем нить вяжем язычок ниточку обрывать не будем но если вам удобнее можете оборвать закрепляем ниточку с краю не натягивайте сильно чтобы ничего не стягивалось воздушная петля и сюда же провязываем столбик без накида всего нам нужно провязать 12 столбиков без накида 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 и 12 столбик воздушная петля разворачиваемся 12 столбиков без накида и так провязываем 10 рядов это у нас второй ряд значит нужно провязать еще 8 рядов всего 10 провяжите самостоятельно и возвращайтесь в 11 ряду немножко закруглим углы довязываю 10 ряд воздушную петлю не делаю разворачиваю и со второй петли провязываю 10 столбиков без накида 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и соединительный столбик в последнюю петлю язычок готов язычок готов ниточку отрезаем продолжим вязать бортики язычок спрячу чтобы он нам не мешал мысок мы начинали вязать с выпуклого столбика с лицевого бортик мы начнем вязать за изнаночный столбик начинаем вязать с изнаночной стороны значит с этой стороны он у нас будет лицевой вводим крючок под ножку столбика предыдущего ряда захватываем рабочую нить и провязываем 3 воздушные петли подъема нам нужно провязать 36 рельефных столбиков первый уже провязан вяжем по рисунку первый лицевой дальше у нас изнаночный накид 2 3 лицевой 4 изнаночный 18 по центру пяточки у нас посередине провязывались воздушные петли их мы пропускаем значит по центру у нас будет сразу два с лицевой стороны лицевые столбики с изнаночной будем провязывать 2 изнаночных 18 и 19 провязываем изнаночные столбики далее снова по рисунку 20 21 34 35 и заканчиваем ряд 36 лицевым столбиком 3 воздушные петли подъема разворачиваемся вяжем второй ряд по рисунку 36 рельефных столбиков 1 провязан 1 2 3 4 5 5 33 3 3 3 4 35 лицевой столбик и 36 начиная с этого ряда мы будем вязать просто как обычный столбик с одним накидом за вас за третью воздушную петлю 36 3 воздушные петли подъема разворачиваемся вяжем третий ряд это у нас первый столбик смотрите не потеряйте вот тут лицевой с этой стороны он у нас будет с изнаночной стороны мы его будем провязывать изнаночным первый провязан его очень легко потерять 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 и 36 столбик за третью воздушную петлю подъема простой столбик с одним накидом 3 воздушные петли подъема разворачиваемся и вяжем четвертый заключительный ряд также 36 столбиков рельефных по рисунку 1 провязан 1 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 и 36 столбик в третью петлю обычный столбик с одним накидом 4 ряд готов зафиксируем ниточку все самое сложное связано осталось сделать обвязку по кругу бортиков ниточку отрывать не буду спущу ее вот так вниз фиксирую нить за петлю откуда у нас начинался мысок вот он и вот он лицевой рельефный столбик фиксирую воздушной петлей фиксирую воздушной петлей далее провяжем столбик без накида туда откуда мы начинали вязать борт мысок начинался вот с этого лицевого столбика мы сейчас вводим крючок в изнаночный и провязываем столбик без накида дальше все просто вот у нас три отверстия в каждое отверстие провязываем по два столбика без накида 1 2 следующее отверстие 3 4 и в следующие 5 6 это у нас и будут отверстия под шнурок далее в угловую петлю провязываем 2 столбика для плавного закругления 2 столбика без накида 1 и 2 далее вяжем 34 столбика без накида в каждую петлю 1 2 3 33 34 далее нам нужно провязать прибавку в угловую это у нас были воздушные петли провязываем первый столбик сюда же 2 прибавка провязываем далее вяжем по два столбика без накида в каждое отверстие их у нас три 1 2 следующее отверстие 3 4 5 6 теперь провязываем столбик в начало ряда бортиков и соединительный столбик следующую петлю воздушную петлю не делаем разворачиваемся со второй петли провязываем 52 столбика без накида 1 2 49 50 51 52 и соединительный столбик туда же откуда начинали ряд ниточку отрезаю для шнурка я набрала 130 воздушных петель пинетки довязаны хвостики спрятаны мне очень интересно для кого вы вяжете свои пинетки потому что пинетки которые я вяжу отправляются в шкаф когда шкаф переполняется они отправляются в большой пакет и куда-нибудь подальше продавать к сожалению у меня их не получается буду рада узнать судьбу ваших пинеток на этом все ровных вам петелек всем добра